Мальчика зовут Сеф, ему 12 лет, и он как человек, которому ничего не надо, и ему так неохота с вами ехать, его куда-то послали, он бы лучше дома посидел. Он, наверное, управляется с конями, ему 12 сегодня, но если он с ингонью, то он довольно легко управляет. Собственно, дорога занимает примерно где-то 2-3 дня, и уже ближе, ну после полудня, где-то ближе к закату, вы доезжаете до нужного места, то есть вы до этого ехали по тракту, как нормальные люди, а после этого, собственно, на карте указано, что где-то вот здесь, если свернуть в лес, то можно найти заходованный лес. Ну тогда, да, мы, я думаю, мы отдаемся, да, лошадей отдаем Сефу, пусть он едет обратно. Ага, даже так. В смысле? Он думал, что ему придется вас здесь ждать, ему было очень неохота. Нет, пусть домой идет. Пусть домой идет. Он обратно пишет. Ты же хочешь домой? Сейчас, Лёгина. Он думал, что он хочет домой, он в лице это волнуется. Ну он такой, с одной стороны, вроде как домой, да, с другой стороны ехали 2-3 дня, скоро ночи, чем ехать обратно. Тут опасно, неизвестно, когда мы вернемся. А обратно вы как пойдете? Пешком. Резонно. Ладно, он собирает лошадей там, как в вязах. Ну да, в караван. Да, и едет обратно. Желает вам удачи. Куда едешь, не звони. Так, ну что, пошли куда-нибудь. Прислушиваюсь, приглядываюсь. Да, хорошо. Нам нужны магические существа, которые могут отбирать деревянные треугольники. Так, вы слышите где-то в стороне, ну в глубине леса такое ощущение, как будто охотят. Мы идем аккуратненько, чтобы если вдруг окажется, что это что-то уже рядом с нами, чтобы мы там, не знаю, надеемся. И успели залезть. Вы слышите какой-то шум сверху. И на Мадей сверху падает рысь. Она такая падает. С ней больше она ухватила. Тут же скакивает. Пока, когда упала, попыталась тебя атаковать когтями заодно, потому что ты тут ходишь. Собирай. Не попало ей, не попало. И она отскочила, такая стоит на четырех лапах. Я не знаю, как выглядит злая рысь, но она злая. Рыщи меня все. Да, и она рычат рысьи, ничего, или шипят. Рычат, рычат. Вот, и она на вас рычит. Спокойно. Я, ты, мурбалет. Тихо. Что? Нет, тогда выпокаивай это животное, если оно у вас лениться. Что это получится? Это уеда у нас? Нет. Давайте поймаем. Можно попробовать запугать рысь? Тихонечку. Нет. Я использую веревку. Это стало. Я связываюсь. На использовании веревки. У тебя какой-нибудь эмпатия, я не знаю. Это надолго, это на минуту целую. Я пришла, но еще, она пока не нападает. Ну, как? Используй. Она просто стоит и рычает. Окей. Я опускаюсь до ее уровня. Так. Она немножко отступает, но продолжает на тебя рычать. И я начинаю беговатывать. Спокойно, спокойно, мы не враги. Ну, в общем, нормально. Да, успокаивающе. Молодец. Я и дипломатия, это так себе. Единица. Она на тебя прыгает. И кусает тебя. А может я на рефлекс кину? На защиту. У тебя защита сколько? На шестнадцать. Кусает тебя. На пять урону. То есть... А, да. Я тогда завязала ее веревку. Я не завязала тогда узел. Да. Просто я кинула в нее веревкой. Она сейчас еще больше разорка. Блин, я забираю. Знаешь, как скотно бывает. Ух ты! Надо было пальчик привязать, да? Да, точно. Больше всего хорошо увидел. В общем, пока вы там разговариваете с рыбкой. В общем, Джек замечает, что шум охоты приближается. И в рысь он прилетает арбалетный болт. Народ! Это наши бабочки. И рысь в таком случае отсходит вот сюда. И вот на всех штих. И в ней торчит арбалетный болт. И обоих идет очень плохо. Ну, здравствуйте. Ну, я в руке арбалет. Угу. Нет, это же твой хор. Уйдет и левка. Кто такие? Пойдет и левка. Они выглядят как охотники, но довольно в такой оборванной одежде. Вроде как охотники, но может быть разбойники. Непонятно, они какие-то... Это наша рысь, говорю я им. Они арут тебе, что... Нет, это их рысь, и они тут за ней полдня охотятся. Нечего полдня охотиться за нашей рысью. Идите отсюда, а то вас побьем. Они такие с стопорами и зилами, и они готовы с вами драться. Мы тоже готовы с ними драться. У меня в руках арбалет, правда, ну вот. У меня еще заряд остается. Мой лук. Вы не выглядите как те, кто может... В смысле? У нас есть модель с катаной. Мы можем навалять. С оборванцем, с вилой. Это вызов. Это вызов. Это же твой ход, он сказал. Да. Давай, наваляем. Сейчас я вам еще спою вам на плюс один. Говорит, да врут они все, нету нигде. Ты посмотри на них. Мы приличные сеты. Если что. Мы даже не виноваты сверкаю каким-то там выпендрежным. Короче, или я вам даю 15 золотых, и вы идете, покупаете своим семьям нормальную еду, или вы тут сейчас в селяж идите, и ваши семьи останутся без каньбур. Да, они начинают спорить. Я им говорю, что для остраств, и швыряем мистическим дреном куда-нибудь в под ноги. И на запугивание нужно? Один из них кидает в тебя топор, попадает на 3 урона, и они убегают. Я осторожно захожу. Возвращаюсь к рыси. Она рыси от тебя отступает. Ты был очень много. Настой супаек. Она рычит. Рычит. Рычит, да? Мы выяснили, что они рычат. Она рычит и отступает. Это ломбадная миссия. Я продолжаю променять свою деятельную патию, значит, уговаривать ее. Прокинь на тонкий слух или внимательность. Внимательность 19. Не хол. Ты даже не тратик не мануешь. Видишь, вот здесь, как дерево, в кустарные какие-то коляги, еще одну патию, и она тоже туда рычит. У них тут вниз до, что ли? Так, значит, она просто защищает вторую. Пошел сюда. У него болт торчит, а он сейчас сдохнет. Кто там вроде бы сказал, другое, что ты сильно добрая? Так, это нулевой круг. Я осторожно руку мага. Так. Пытаюсь выдернуть болт. Вот так. Из-за рыси. Это что, рукопашная такая или что-то, концентрация? А, давай. Нет, концентрацию не надо. Давай на ловкость рук попробуем. Это же все-таки руками ты делаешь, по идее. Да. Видишь, как я умею? Сейчас я найду только минуту. И можно было на лечение. Так на лечение или на ловкость рук? На лечение оттенок. На ловкость рук, а потом на лечение. На ловкость рук 21. Ну, с лечением у меня, естественно, хуже, потому что мудрость. Шесть на лечениях. Ты хватаешь рукой арбалетный болт, выдергиваешь его, и рысь падает. Подходим. Смотрим. И из кустов на вас рычат и мякают. Держу, достаю свиток. Лечение мягких ран, использую, ну, бляжу десятку, у меня там 22 получается. Я использую свиток, и вылечу ей... Они, однако, ее гоняют, потому что в итоге пришли в одну гнезду. Угу, хорошо. Чтоб немножко и всех бы съесть. Так. И на лечение проверяю, она живая вообще? Да, она приходит в себя. Ну, все, думаю. Да, она не умирает, она на осмотре, и очень враждебно, и пытается отступить. Ухудем, злупая. А, пусть отступает, что мы будем детишек обижать. Ну, что получилось. Идем дальше. Угу. В лес. Такое ощущение, как будто в лесу живности очень мало, и растительности съедок не тоже довольно мало. Все сожрать. А деревянных треугольников. Не растут почему-то на деревьях деревянные треугольники. Ухудем на выражение. Да. Что магия она будет? Да, магия она, на сколько там? 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 17. 19. 17. 19. 19. Семнадцать узораки, да? Да. Вы идёте в Фольярск, и впереди вас пусты такие, пусты-пусты. Пусты и ощущения, вы слышите какие-то разговоры, смех пустов. Причём довольно высокий такой смех на эльфийском. Полуэльфийский, полуобщий такой. Интересно. Я прислушиваюсь, может быть я различу, о чём говорят. Двадцать два. Ты слышишь, что там то ли какая-то игра идёт, то ли что-то такое. Пас мне, пас мне, лови, да кто так ловит, да ты летать не умеешь. Вы там очень оживлённые. Летать? Там феечки какие-то. Очень оживлённый лес, в котором идём. Хорошо, сейчас будет нежить. Идём туда. Не, ну я ж не говорю, что он мирный. Я говорю, что он оживлённый. Очень много там живых. Мы не беру тебя оживлённых. Идём. Так. Давайте прокрадёмся. Давайте попробуем. Бесшумно прокраситься. Вам ломится сквозь кусты. Тихо. Тихо. Как змеюшки. Одиннадцать. Вообще это моя бесшумность, да, я не знаю. Восемь. 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 Вы стараетесь. Да. Проламываетесь сквозь кусты. Выходит вот такая вот прям очень небольшая полянка такая. Идusa такие вот. Ну что пишется. Вот, тут кусты. Вот, тут кусты, а тут полянка такая. Вот. И не налить никому нет. И тишина. Полянка большая фавора. Вот она. Как с погон coupwort. Тут кустов. Это очень подозрительная полянка. Ну вообще туда сходить? Можно. Не отподьтесь могли по простым или по едицеточкам? Магия, вот прямо на этой поляне, прямо ее сидище. Я говорю, здравствуйте. Тихо. 17 на замене. Ощущение, что что-то фейное. Я говорю им, здравствуйте, волшебные существа, обитающие в этом лесу. Мы пришли сюда с очень важной миссией. Хотели бы показаться, чтобы мы с вами поговорили? Мы слышали ваши нежные, дивные голоса? Они привели нас сюда сквозь чащу этого дремучего, некостеприимного леса. Ты не слышишь, как кто-то ржет в пустах? Рядом с нами? Да, нормально. Где ржут? Ну вот, с противоположью. Кажется, ты не нравишься. С той стороны в пустах ржут. Причем это ГАГАГАГА. Мы добрые существа, как ты их там назвал? Не, не страшно, это волшебные существа. А, мы волшебные существа, ГАГАГА. Мы вам сейчас расскажем, почему мы волшебные существа. Вы выходите сюда, выходите, поговорим, что вы в пустах-то сидите. Вы видите, как сквозь пусты, сквозь листья просматриваются рожи такие, которые на вас внимательно смотрят. Дальше в них это, прокиньте вам мудрость. Это скелеты. А, да, точно. Отлично. Три. Шестнадцать. Вообще не видим. У вас какие-то, нет, вы, на внимательность у вас же было побольше. Двенадцать. Да. Вы видели рожи, мелкие люди, эльфы, двадцать сантиметров ростом. Вот, и они на вас пылятся из кустов. На мудрость шестнадцать. В одежде. Тебе кажется, что это спрайты. Я им говорю, ну, и что вы там летаете? Ну, летите сюда, поговорим. Мы тут живём. Ну, вы чего боитесь через кустов разговаривать? Подходите, подходите. Вы подозрительные. Вот тоже. Ши-ши-ши-ши. Мы не подозрительные. Мы тоже. Один спрайт такой. В смысле, мы не подозрительные? А может, играй? В игру? А-а-а-а! Слушайте, а! Значит, вы всё-всё наверняка здесь знаете. И всех-всех. И всё-всё. Почему? Ну откуда же мы сейчас? Мы тут просто живём. А нет ли у вас такой штучки, такого деревянненького вот треугольничка? Ты слышишь, что в кустах зашептались. Они хотят забрать прелесть. Моя прелесть. Так всё-таки. Ничего у нас нет. Понимаете, нам нужны такие штучки для того, чтобы они спасли лес. Мы спасём королевство, и лес тоже будет спасён. Если мы не спасём королевство, то придут коримшанцы и сожжут лес, потому что они привыкли жить в пустыне. А потом придут ещё. И им лес не нужны, они не нужны. Мы хотим вас спасти. У меня в голове комеот. У меня тоже. Вот. Они сожжут лес. Я не знаю, о чём. Я ни до чего такого не досмотрю. Да, королевство. Камелон. Поэтому мы идём посадить королевство. А если вы сожжёте лес? Если бы мы хотели его сжечь, мы бы уже его сожгли. Мы бы сожгли, но мы же внутри леса. Если бы мы в их лесах. Нам не нужны были бы эти треугольнички. Мы бы и так пришли и сожгли. Тот спрайт, который с вами общался, прячется обратно в пустыне. Я прислушиваюсь. Вдруг они там обсуждают, что здесь 22. Шу-шу-шу-шу-шу-шу. Надо ещё что-нибудь сказать. Поубедительнее. так как вы хотите спасти свой лес потому что он же сгорит вы же знаете что вокруг идет война вокруг люди тут бегут крестьяне которые даже за хищниками готовятся охотятся потому что тут есть нечего чуть рысь не съели чуть рысь не съели мы у них отбили рысь потому что у них нет еды потому что все вокруг сожжено вы видите что некоторые ну их побольше такие вылезают из кустов и такие на вас на рефлекс прокиньте единица какие все рефлекторные над вами пролетает пара пикси спрайтов и посыпают вас какой-то да вы все вернулись кроме дэлина что с дэлина я красивый в пыльце да ты теперь в пыльце ну я так подряхиваюсь и продолжаю им в паре и они с вас расспрашивают а чё за война чё за калюша на чё вы ищете о чём вам все расписаны ничего не знают мы ищем меч для того чтобы спасти королевство меч в камне чтобы найти меч нам нужны ключи один ключ у вас королевство я люблю больше чем пикси простите поэтому чем спрайты хорошо они такие как таково пикси вы тоже любите свой дом и готовы его защищать они такие опять шу-шу-шу-шу-шу-шу и один из них вылетает такой из кустов говорит тогда давайте с нами играть а чем вы нас посыпали ничем ничем вы нечестны если мы выбираем то вы нам отдадите ключ да а если мы проиграем конечно то не отдадите не отдадим они такие типы умные мы придумали вам не отдадим говорите правила и как только он говорит давайте играть из кустов вылетают еще пикси такие играть 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 и они начинают друг другу перекидывать что-то нам надо это поймать я присматриваю что они там кидает деревянный треугольник треугольная призма окей а мне помогли что нам надо делать они такие летают такие ловят смеются друг над другом если тебя поймать сначала кто так кидает ты пытаешься поймать ты почти до него дотянулся у тебя не получилось ну то есть один из пикси у тебя перед носом перехватывает и ты понимаешь что ты стоишь в какой-то липкой луже и не можешь из нее выбраться ой слушайте у меня здесь инициатива есть давайте по этой инициативе давай я говорю ребят аккуратно а я тут то есть сам оказался ну то есть то есть ты выправил я так понимаю ты попытался поймать сделал шаг и оказался в луже ну ребят погнали смотрите она какая-то липкая очень Энджи я уже единицу выкипала радуюсь ты спас бросок по рефлексу тринадцать нет да тринадцать ты попыталась поймать тоже но ты поскальзываешься и еле-еле удержала равновесие у тебя почти получилось прокинь по рефлексу тринадцать ты тоже устоял на ногах и почему-то у вас под ногами начали появляться какие-то лужи которые либо липкие либо скользкие и откуда-то вот из низа трустов вы слышите такой знаете как это такой смех довольно низкий такой смех я госпользкая такие вот кто-то подвигивает но довольно низко а вы играете нечестно все честно вы летаете модель вы летаете тоже это их игра их правила слышать нет я уже выкинула двадцать три я уже выкинула двадцать три я пытаюсь принимать и прокинь еще а нет ничего не прокинывай ты тоже сделаешь шаг и понимаешь что ты влипла в какую-то лужу оаа оа кинься еще на рефлекс поймать что я не прошу замка вам не надо кидать в рефлекс потому что вы это прилипли дама мы так сказать влипли они пикси еще спрайты пролетают еще посыпают пыльцой и и улетают и тебя тоже посыпали но фактически я же могу сделать фактически ну пыльца по площади идет задолгай свое пыльцо будем сейчас сверкать может попробовать поймать его а я а перекидывают еще здесь а перекидывают еще тут пока я не хотела да я про тебя забыл то что ты перед молодой должен был да они летают такие кидают такие ловите ловите и чтобы выбраться что надо делать на силу так ну так пошлите нафиг короче я достой опять руку мага и пытаюсь поймать ей давай если я не могу двигаться рука не прилепит так восемнадцатый рефлекс а ты схватил ура и я так ее в карман так не честно ты забрал нашу игрушку во что мы теперь будем играть вырезали сток и они такие у вас вот летают таким облаком а вам сейчас что-нибудь найдем во что вы можете поиграть у меня есть палантин и топор он 15 сантиметров в диаметре они его катались что ли у меня остался пузырек который мне давал тогда сотрудник Део в котором было зелье от чар-колдунья он наверняка красивенький я достаю как хотите а что это? блестяшечка красивая штука блестяшечка великолепный сосуд а чем ваша красивая штука лучше нашей она на солнце блестит она стеклянная опа ну-ка покажи ну-ка там солнце есть? да солнце есть я ламрую 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 байочка рысеньки не скальзит нууууууу не знаем наша штука была лучше ладно давай нужно ее разбить тогда не нравится совсем ну разбивайте Вы же её проиграли. А мы вам дарим взамен новую структуру. А то там уйдёт. Один из спрайтов подлетает, такой вырывает у тебя. Всё, обмен состоялся, уходит. Мы спасём ваш лес. Спасибо за что. И они опять появятся кустам. Вы когда идёте, из кустов слышится такое сопение. Ещё потом придём с вами поиграть. Может быть. Если мы достанем меч, и эти штуки никуда не денутся, мы вам вернём. Ты слышишь крик «Ловлю нас лови на три желания!» И хохот такой «Га-га-га-га-га-га» Типа они тебя перехитрили, знаешь, такая детская грамма. Если ты не выполнишь, ты будешь в брошенную три желания. Я не вру. Я почти всегда не вру. Дай посмотреть штуку. Ну на. Это такой небольшой профиль, цилиндр, небольшой вот такой, то есть он в руке помещается, и на одном из торцов витиеватая вязь такая. Вот и надпись? Не похоже. Похоже просто вот как будто рисунок какое-то переплетение. Пока мы не отошли, я вам не спрашиваю, они знают ли они, где тут живут ещё магически-волжебные существа? Такими штуками. Тебе кричат везде! А, например? Там! 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 Да, только я их не верю. Они кричат кустов? Конечно! Мам, для дословина ты жива! Ты видишь, как из кустов усовываются морды такие наглые, показываете из эфи. Один-один. И пальцы вот так вот крестиками. Там косичка. Единор, там кресты. Это всегда работало. Охренеть! Вообще черноразовый. Я иду вперёд, смотрю по сторонам, другая погуса. Ааа, шкаф! Пошли, я сюда! С обнаружением магии. Давай, человек радар! Вообще магии веют теперь отобсюду. Вы идёте ещё какое-то время и видите впереди заросли грибов. И хорошие грибы. Большие, забористые. Да, большие, просто. И ты чувствуешь, что из центра поля с грибами веет вот точно такой же магии. Что тут может быть? На внимательность. Девять. Грибы. Ваш рост, такие огромные грибы, шишна. На знание природы, что это за грибы? Восемь. Не знаю, что это за грибы. Не съедобные на знание. На знание магии. Что им поможет? На знание магии тебе не даёт. На знание природы 24. Ты знаешь, что это визгуны. Они орут? Да. Да. Сикроны, да? Сикроны? Блин, я эти шины натупил. Хотел бы нам... Все-все визгуны? Какой порядок из них? Блин. А внутри там перепрыгивает чё за это, да? А как? То есть они растут и надо внутрь в лес, чтобы посмотреть, что фонит? Да. Аааа. Ааа. Достаю верёвку, привязываюсь. А если? Двадцатка. Я ПЭЦ. В морям случае я на Юнгой не ходил? Не знаю. Сейчас скажу. Нет. Не ходил. Дадаю Джеку один конец верёвки. Ты сильна? Нет. Так, дым воды и конец верёвки. Ты сильная? Да. Все говорят, да. Сколько я начинал? Вот, дым воды и конец верёвки. Да, она сильная. Блин, она сильнее меня в два раза. Так, и пытаюсь пройти. Чтобы пройти туда, я пытаюсь как-нибудь пройти, чтобы не задеть грибов. Давай на акробатчику. Ой. Пятнадцать. Не оставался. Ты идёшь. Ну, ты к ним такой подходишь. Тебе кажется, что ты их не задел. Но они всё равно начинают орать. Ммм. Как на троговорах. Нежно я такой чай. Иду. Дальше. Дальше. Угу. Так можно. И идти тебе довольно тяжело. Ну, т.е. тебе приходят сквозь них пробираться. Они такие орут и орут и орут и орут. Тебе придётся идти раунда три, наверное. Остальные, прокиньте на внимательность. Ну, посидима. 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 Вы вдвоём замечаете, что из ближайших кустов на вас кто-то выскакивает. Кто? Кто-то. Кто-то в мелких красных колбаках. Энджин замечает, что кто-то к ним подскакивает. Тебе? Ладно. Пусть. Они на самом деле маленькие. Угу. Какая ты? Твоё действие. Страха в глазах в реки. Я делаю на всякий случай пятифут вырву сюда. Я такая, стой! Чего надо? И наставляю не волк. Угу. Они вам вот кричат. Это вам чего надо с нашим лесу? Надо пускать здравствуйте, да? Это хватило тебе. Элрина вы на нас не опять сказали. Забрал мои бобы. И вот тебя атакуют на двенадцатью ровну. Я рад. Значит, двадцать на запугивание и выхватываю. А как ты его запугиваешь? Бух... Я не знаю... Он на тебя смотрит и орёт просто... Да? Нет... У самурая это описано как очень суровый взгрязь, вообще такой, типа... Остановился, ё... Он на тебя смотрит снизу и орёт! Тот, который лежит, встаёт и идёт к джеку. Угу... Не дай воды! Ларай, не ходи к джеку! Когда он упал, он сломал серп! Об себя, я надеюсь... Он такой упал, а потом подошёл к джеку, атаковал джек и... Такой бдзынь! Это джек свой ход! Я вам говорю, тебе не идёт, иди домой! Слово смотрю, ну... О! Все! Давайте все на них снова смотреть! Аааа... Эх, ты проклят! Эх, ты проклят! Эх! Он для тебя только... Я вот потихоньку... Ну, просто иду сюда... Пусть попробуют ещё раз атаковать... Нет, ну ты ушёл из его зоны поражения, у него есть свободная атака против тебя! Да! Всё, да! Он тебя пинает! От злости! Пас-бросок по рефлексу... Он по тебе попадает... Четырнадцать! Нет, ну четырнадцать! Денять! Да, четырнадцать! А ты стоял на ногах, но он тебя ударил на девятнадцати лобом! Ничего себе пинает за карлик! У него железные ботинки! У него железные ботинки! Хорошо! Прибарафликса! Вот это карлики у вас, ребята! Вот это я отошёл! Гриндерс! У него тот, который и орал... Гриндерам него там... Он пинает модей... Минус два... Спас-бросок по рефлексу... Семь... Они ещё не знают, что у него уронить самурая! Сейчас, сейчас, сейчас... Гриндерс! Опущу сейчас, да... Хуру меня так сказать... Сейчас сложно... Сейчас... Он тебя пинает на двадцать пять урона! Ок! Ты жива? Конечно! Везёт тебе! Не упал! Блин, что-то мне сложно считать... Восемнадцатый, да? Да, да! Всё, окей! Мадейт, вот-вот! Я лежу? Нет! Сейчас... А! Ну ладно! Тебе больно! Ты идёшь и в какой-то момент ты просто чувствуешь, что тебе очень больно! Я привыкла... Так, мне атаковать? Да, да! Мало ли, может, мне дыренно жалко стало? Ты не гриба! И что? Тебе себя должно быть жалко! Я гуляю по грибам! Да! Ну, нечисто что-то... Или можно... Договориться над кто-то... С этими... Гриндерсами! Не понятия не имею! Походит! Глупый сын! Бьёт тебя серпом! Ну, давайте заряда на серпе закончится! Сейчас на десять! На десять! На десять! На десять! Издеваешься? Гринд! Красивый! А ты не доходишь! Там такой, знаешь, грибы-грибы-грибы... Какой-то такой камушек, и на нём лежит вот такой ключ! Я беру ключ, и так как я слышал Крит, я бегу назад, уже плевав прям по грибам! Хорошо! За один раунд добежишь, в следующем... Да! Бегу! Не успела я себе грибок разрезать! Будешь отгребать в бок! Да ты прям вот это... Пожалуйста! Ну, мам! Я вижу вот эту картину! И... Тогда я в следующем раунд... Так, я прохожу... Ты видишь, как вот этот камень дружелюбно пинает Джека... Лежащим раундом... Поэтому я подхожу вот сюда... И... Это же дробящие... Использую на Джека заклинание лечения средних рам... Ага... Средних рам... Семнадцать! Угу... Угу... Хорошо! И вот этот вот, который... Ээээ... Дружелюбный финал Джека... Идёт... Дружелюбный финал Дерина! Какие дружелюбные финалы... Какие дружелюбные финалы? Сустряли... Варе я потом погрусю 14 и 5 2... 21 14 и 5 19, спасибо, у меня всё плохо Да, мне можно Чё такое, дай 8 И... 8 у луна От кривотечения Угу Хорошо Ничего, стоишь? Хорошо, лежит Очень грустно как-то 19 Попал 9 Он орёт А чё, грипп что-ли? Иди отсюда, а то сейчас вас всех убьём И он бьёт тебя в отряд А, на рефлекс Пеналь Единица А рефлекс у нас сегодня вообще нет Я просто Я просто Героически надачно На 23 он тебя пнул Мадей Ты чувствуешь, что тебе очень больно А так Превозмогаю Менее так учили А почему больно Мадей когда мне... Потому что это пылиса Аааааааааа Што за луата такая Зато блестящая Ау, которая рядом с Мадей Он бьёт Мадей с сухом Так, парнейничка, у вас никто не умирал, ой, все, так, на 9 урона и Дерин в вольном, Дерин выходит в стадию, так, 5-футовый и лечу у себя на 9-5, на 14 урона, так, Джек, а я даже не заметила, что ты чего-то, все же нормально, Дерин сходил, да, вот этот, вот этот, который пинается, и пинает Джека, это плана и Дерикс, круче тебя, два урона телосложения, ой, падает, до свиданеца, Ха, 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 не сдачник, что там в грибах, еще раз учусь, так, в грибах, в грибах, короче, я нашел вот, Прокинь на лодрость, 9, у тебя, а, у тебя все нормально в жизни, а у меня все нормально, а мы внимательнее, Прокинь на ладони, 24, ты видишь, что он лежит на ладони, такое ощущение, как будто он работает, как лоза, которые воду ищут, то есть, как магнитная стрелка куда-то вот поворачивается, и куда он поворачивается? Туда! В общем, пошли. Круто! Идем туда! Мы идем туда, куда пол подожди, надо вылечить все. Нам все еще больно? Ну, после того, как вылечить, я снял, я тебя ущипнула. Я ее щипаю, которая, если... Дэвид, ты чувствуешь, как будто тебя ущипнули. Че? Стой отщипаться, женщины! Так она меня... Я ее щипала. А, и ты чувствуешь, что тебя ущипнули. Крепой, не у меня ущипни. Ущипаю ее. Ущипнула. Так, окей, вы двое проклятые. Ты, когда мир и рождаешься на проклятие. Если я сделала супругу... Ты че? Ты умрешь, если я его супругу, ты че? Я знаю, он манят на... А мне просто больно будет, я переживаю. Потому что я не такой обережу. Нужно, чтобы Дэвид с девушкой себе новым нашли. Теперь, если Дэвид забудется, я смогу отдавать себе пощечину и бою. И он такой, а, да, точно. Дэвид. Представляешь, не Дэвид такой с девушкой. Переставая. Идем к воде и по улице. Блин, забыл. Самый главный будет, знаешь как, если, короче, Дэвид с девушкой общается, и тут она ему пощечину дает. И воды давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok